привет зрителя сегодня 27 мая я решила записать пустые баночки они у меня тут это будут пустые баночки апрель-май где у меня тут они совсем пустая баночка я решила ее добить в этом месяце пока я тут я видимо тут до конца месяца буду может даже чуть дольше не знаю как поруче как получится хотелось бы пораньше свалить деревню по некоторым причинам не получается короче то у нас подарок от подписчицы сверты корейская пенка пилинг пилинг гель для лица алмазный 100 миллилитров api если я неправильно произношу это а то поправьте меня в комментах потому что я тупо не знаю как она читается правильно очень классный нежный пилинг на очень долгое время хватает правда я им когда пользовалась раз в неделю когда каждый день раз в две недели когда как вспомнила тут средние дни пользуюсь иногда даже утром и вечером а иногда утром и днем потому что прихожу фейс как бы в пыли хочется умыться и хочется попутно еще и подскрабироваться вот я постараюсь заделать ближайшие дни то что то стало буквально на два-три применения спасибо светочки очень крутая штука у меня закончилась вот эта зубная паста она очень долго у меня была я ее покупала на вайбрид отдельный вроде как обзор даже и дело но мне часто было уходит 220 грамм она вся выдавилась ваще это китайская зубная паста бакен сода ну в общем она как бы так называется может фирма может в общем эту бакен соду я видела еще и на других сайтах других магазинах не только на вайбрид именно так она называлась это бакен сода в разных флакончиках это со вкусом черники совершенно не мятная очень хорошая экономичная зубная паста не очень привычно сначала было она выдавливая совсем чуть-чуть такое очень плотный такой делик и где-то от половинку моего ногтя и вы сегодня обстригла чтобы у меня все пальцы были однако и ровная потому что здесь длинная вы здесь еще как-то обломаны и до конца не доросли короче в общем половинку ногтя даже может иногда где-то с 1 3 ногтя и очень хорошая пена была нормально очищали зубы новые вроде как не выросли старые вроде как со мной но смысле молочные и немолочные он мне она понравилась хорошая экономичная паста я правда не помню почему папа мне кажется что-то меньше чем двести рублей может где-то 180 190 как-то так она не то что закончила пардон как раз сегодня с утра общалась с товарищем вроде как и не по не голосом но все равно снова в итоге полно насчет французского пардона это у нас тоже подарок от подписчицы свет и он был сроком до апреля до конца апреля как с этого года это очень жирный крем очень жирная маска для лица ночная я один раз я нанесла и очень чувствовала и вообще на лице такой конкретный дискомфорт потом я использовала как маску за рук чисто нанесла и минут через 20 смыла и кожа была вообще супер нежная мягкая но как маску за лица и так что-то и не проникла что чисто как вот ночную иногда наносила на кожу лица вино через 20 смывала именно ближе как к вечеру 150 миллилитров а так тоже кстати опеночная маска для лица питательная с маслом ши 50 миллилитров я ее сунула скажем так закладки в запасы в полку и забыла про нее тут думаю надо найти да доделать достала уже как раз срок прошел ну в общем для меня она именно как ночная во первых и не догоняю ночные маски можете просто их не раньше никогда не пользовала во вторых она я ее чувствую на коже вот как чисто маска просто чтобы увлажнить кожу лица она хорошая а вот ночи мы с ней не пережили я что-то там часа через три поскакала ее смывать потому что вот прям ощущаю такую но хорошая вот плане вообще очень хорошая маска вот это было как маска для рук если использовать спасибо свете но очень я бы ее конечно с удовольствием доделала но к сожалению забыла про нее совершенно и она уже срок годности прошел я не открывала ее не знаю испортилась она там не испортилась мне сегодня закончились вот эти духи все туалетная вода наверно так аори юдзу от фаберлик да это парфюмерная вода вообще даже хотелось бы сказать подписчицы елены но я не знаю на меня подписано или нет от ленки снегирева она вроде сейчас уже не снегирева с которым когда-то там общались а из ярика ленка тебе спасибо да и абсолют тебе того чего хочется да побольше ну короче я и сначала не поняла такая вот компот компотом был учитывая что они слегка юзаная были мне достались а я вроде и даже не просила но потом я как-то ими прониклась они у меня регулярно были в уход в обзорах парфюма на месяц и вот то теперь пустых баночках сегодня доделал нормальные такие что-то такое свежая между средняя между зеленым чаем и фраше и из-за бетарден и этой самой киньской водой тоже и фраше как она там вербена что-то вот такое между между мне тоже закончились вот эти дужки мне какая-то русская новая фирма который мне еще хрен знает когда дарил одна знакомая которая отдала давно богам душу я решила оставить вот эту крышечку чтобы кошка я играла да еще все еще пахнет этому на аромат сирень была она часто была моих обзорах парфюмов и вот она где-то в начале мая закончилась наконец-то так у меня тут мне кажется даже две бутылочки было может только одна положила на самом деле у меня намного больше их заканчивается иногда вот за одно применение у меня где-то полуфлакона 50 миллилитров уходит я то раз три дня уже закапываю да я уши это капает перекись водорода то раз в десять дней когда вспомнил то каждый день по чуть-чуть иногда вот чувствую что уши чешутся что-то у них такое и вот два часа промываю себе эти уши и в итоге хорошо если половинка ушла а то и целый флакончик перекись водорода хорошая шука продается в аптеке может еще где-нибудь продается у меня закончился вот этот лак и хоть я его разбодяживала жидкость для снятия лака потому что он загустел но в итоге он совсем это он во-первых откислил отпрыснул во вторых он как оказалось а весь практически закончился это мне дарила по моему моя подружка женька когда-то очень давно жива oriflame он и по сроку то годности уже давно сдох но мне кажется у лаков у них срок годности лака это вообще это от помады может быть с истекшим сроком годности неприятные ароматы соответственно наносить ее на губы как-то уже стремно вас то потому что ощущается с неприятный аромат бывают такие помады вроде срок годности уже сдох она нормальная бывает срок годности сдоха она как земля в общем хороший лак он мне нравился единственное что когда смываешь там блески были везде где только есть но полупрозрачный был мне очень нравится такие нежные оттенки для ногтей лака розовые голубые такие вот тут серебристая что-то такое серо-зеленая серо-буромалиновая короче светлые оттенки лака мне очень нравится он закончился мне тут есть какие-то штуки по пакетикам просто чтобы не обидеть дарительницы и чтобы самой не запутаться в уши я иногда забываю кто чё дарил я подписала бумажках от кого это вот это у меня закончилась бальзам алоэ вера для мытья посуды сорти нежность рук я периодически его покупают мне почему-то нравится сорти больше чем этот самый как ее звать то фэри с одной стороны вроде как одно и то же только цена разная с другой стороны не знаю мне почему-то вот больше нравится сорти сейчас у меня стоит вот уже несколько дней как я вот приехала в понедельник утром я перелила там буквально на следующий что ли день вымыл эту свой контейнер для диспенсер для средства для мытья посуды для жидкости для мытья посуды короче говоря одна кухне и перелила туда половинку флакончика от фаберлик дом фаберлик подарок от подписчицы лелечки спасибо тебе я знаю что такие видео смотришь и ждешь всегда пустые баночки привет тебе лелечка и спасибо потому что мне очень нравятся эти штуки фаберликовские для мытья посуды и она концентрированная я впервые в жизни вот я их вообще использовал только благодаря лелечке и в этот раз я ее разбавила когда налила диспенсер этот свой половину средства там пятьдесят пятьсот миллилитров вроде да флакон в общем 250 миллилитров налила и понимаешь он очень густой и вот неудобно забирать и я разбавила один к одному водой она там сначала так вот это постояла сейчас устоялась и очень удобно вот так вот губочкой нажмешь как капелька пришла пены дофига и всю гору посуды вполне себе вымываешь вот это у меня закончилось покупала вроде магнит я фигная почем так у меня тут пакетик я вообще хотела сегодня сделать маску для лица но так получилось что сначала меня запрягли что-то сделать как в прошлом году было я приезжала в деревню впахивала на благо нации и всем было плевать что я хочу какие-то свои дела делать я приезжала в город и опять впахивала на благо нации и всем было плевать что я хочу какие-то свои дела делать упахивалась так что я тупо вечно устаршая была раздраженная подозреваю потому что когда от усталость, обычно раздражённый. Или негативное, что-то в этом роде. Тут я приехала, я до сих пор не могу нормально свои дела, которые я хочу сделать, но хотя бы я сегодня убралась. Я сегодня убралась, цветы до сих пор не пересадила, хотя планировала. У меня потом друзья приходили, поставили смеситель, отдельная песня, спасибо в кавычках нашему жилсервису, который сделал платные вызовы. Чтобы приехал человек, сказал, что у вас не так, вы за это 675 рублей заплатите по квитанции потом. И на самом деле этот человек поставил неправильный диагноз. Я думала, что там протекла прокладка, ну, сломал, протёрлась прокладка в гусаке, у гайки, ещё в одном месте. Мне сказали, что надо менять смеситель, заломили какую-то цену за свою работу, что-то так покурочили этот смеситель, что он после ухода этого супермастера стал вообще ещё хуже выглядеть и работать. А я купила этот смеситель, друзья сегодня были, поставили, за что им спасибо. И оказалось, что там действительно просто в двух местах стёрят прокладки, и можно было это намного дешевле купить, а не за 1762 рубля. И да, спасибо Аминя за донат, очень выручила меня. Надеюсь, там с донатейшин завтра в контакт переведётся эта сумма, я на карту скину. Так вот, маску в итоге я не сделала. Не ту, которую хотела, не ту, которую могла бы, потому что мне ещё пришлось ехать по чужим делам. Ну, как бы, знаете, вот бывает там человек, у которого куча тех людей, которые ему могут помочь, но почему-то просят меня. Ну, я не против помочь, но это очень сильно напрягает, когда люди думают, что мне совсем заняться нечем, а вот их дела супер важные. Короче, у меня тут чё? Бумажечка. Это от Тони. Вот это то есть пакетичек, это от Тони. Я тут наносила на себя... Чего это? Я впервые в жизни попробовала, мне кажется. Благодаря Тони. Биакла. Бьюти патчи для губ. Прикольное ощущение такое. Ну, губы мягкие такие становятся. Тут ещё какие-то патчи. А это бьюти патчи для этих вот. Вот те патчи, которые у меня были из аптеки Апрель с углём. Знаете, вообще я не поняла. Ну, как-то не холодно, не жарко от них. Хотя они и те, и другие корейские. Вот эти от Зо... Зо Дзу или Зо Дзуха я знаю. Вот эти вот патчи, они, ну, как бы, я ощущала там некое увлажнение, но мне вообще всё равно кажется, что эти все патчи... Так. Маркетинговый ход в мёртвом прибаркали. Лучше уж маску заюзать какую-нибудь. И да, и вот тут вот маска. Тоже от Тонечки. Настоящая олива. Эссенс маска. Фармстейм. Мне кажется, от Фармстейм был какой-то в своё время алоэ гель. И ещё что-то. Ну, в общем, всё корейское, всё хорошее. Мне ещё прикалывает такие маски вот тут. У них где-то после того, как эту маску снимешь, можно ещё пару раз этой слизью, которая там осталась, руки помалывать, как кремом. Хорошая штука. Спасибо. Тонечка. С удовольствием пользовалась им. Всем. У меня тут волосы телефон у меня там. В зеркало я посмотреть не могу. Я надеюсь, у меня... Ну, у меня тут, короче, блеск поверх помады одной. И я надеюсь, что у меня это никуда не улезло вместе с волосами по лицу. Так, у меня тут ещё бумажка. Это от Полины. У меня закончился один из её кремиков. Она мне дарила наборчик таких кремиков для рук. И вот авокадо у меня закончился. Это фирма Рорек. Тоже вроде как корейская. Я его выжила весь. Очень хороший крем. Я потом ещё в Инсте такие видела. И там писали, что на холодное время года для сухой, суперсухой кожи рук вот такие кремики очень хорошие. И просто даже для кожи рук без разницы, необязательно. Ну, для нормальной кожи, для всех типов кож рук. В холодное время они очень хорошие. Действительно очень хороший кремик. Хорошо впитывается, быстро впитывается. Кожа нежная, мягкая. В общем, очень классная. Я себе потом ещё такой заказала на магазине бьюти-патчей, которые мне спамят уже. Вот знаете, я в деревне была. Мне пятый номер совершенно левый менеджера бьюти-патчей, помимо их основного аккаунта, ватсап писал. Ну, как бы, если мне что-то надо, я куплю. Такое ощущение, что у них клиентов вообще нет, потому что они вот ну, задалбливают. Это вот реально спам. Я уже замучилась жжать. Ну, раньше я просто удалить писала, заблокировать. А теперь я жму пожаловаться, выбираю точку, что я не давала согласия на этот спам, а потом уже заблокировать. Ну, что это нереально. Это какой-то трындец полнейший. Но крем очень хороший. Там, конечно, не чувствовалось этого запаха авокадо, как от Кисбьюти, допустим, там какой-то аромат из наборчиков, который мне Катя дарила. Но точно такое же хорошее увлажнение. Так, у меня тут пакетик от Елены. Кажется, в инстаграм Алена Ангелок Ник Так. Ну, короче, посылка такая у меня там была от Елены из Франции. Она еще в Минске. Изначально родом из Минска. Там и Минска белорусская косметика, и французская, и русская что-то было. И вот много всего такое интересное. Это у меня тут пробник духов был от нее. Да, это я или что-то в этом роде. ESIM Делисьон. Я потом уже заметила, что он тут там ноты шоколада и тому подобного. И я его уделала, и там действительно чувствовались эти ноты шоколада. Так, да, вот это нет, это другой. Где он у меня этот пробничек-то? Пробничек, иди сюда. Потому что было два пробничка духов от нее, и вот один куда-то у меня по пакету, может, сумку там выпал. Вот этот вот. Я доделала, он мне понравился. Классные такие дужки. И вот эти вот намады хлои. Я забыла, чем оно пахнет, но оно мне тоже так приятно на мне раскрывалось. И местами даже вот нотки и реснуара были. И у меня тут еще одна штучка. Тоже закончилась. И да, вот тут, видимо, подпись. Да, это от Елены. И шампунь на каждый день. На... Чего это? А, вот что. Короче, шампунь на каждый день, вот этот вот. Сейчас я скажу, что тут у нас. Фреш-филинг. Вот тут он был желтенький. Флакончик прозрачный. Но флакончики серебристые такие буквы. Я их на желтом фоне еще более-менее видела. Китайская какая-то фирма. Но вот на пустом флакончике я ни черта не вижу. Если кому интересно, просто гляньте обзор по ссылке от Елены. И вот там этот шампунчик был. Так вот, первый день моешь, волосы вообще очень классно промывает. Мне, по-моему, он опять тут 30 миллилитров мне хватило на 5,5 раз. Ну, в смысле, там он густой, такой гелеобразный. Я его разводила водой еще чуть-чуть, чтобы вот так вот спенить. Очень хорошо пенился, хорошо промывал волосы. Они поскрипывали. Они чувствовали вообще чистыми, такими клевыми. Они пышные были. Чуть-чуть подольше сохли, чем обычно. Но на второй день, вот если только волосы в хвост, если никуда не ходить, если никого не смущает, что волосы хвостей, писать какое-то видео, если просто делать волосы хвосты, куда-то пошел и, ну, просто волосы хвост. Они не грязные, но они не пышные, они какие-то прилизанные. Их вот реально только, если у вас волосы можно сделать хвостик, то вот с этим шампунем на второй день оно так было. Может быть, он просто вот как бы шампунь на каждый день. Да, кстати, я сейчас пишу, надержаюсь еще. Просто там у меня может быть и не разряженная, но как-то вот мне ближе сейчас с этим было. Потому что быстрее будут смонтировать в итоге. Короче, вот он хороший шампунчик, он мне понравился. Мне флакунчик этот понравился. Спасибо, Леночка. Но вот если вдруг чего, он на каждый день. На второй день он уже не такой пучный. Не такие пучные волосы. Так, эта маска, которую я на бьюти патчах покупала на сайте. Я уже не знаю, где название. Это хоть 30 грамм на этой маске. Маска. Корейская маска, короче говоря. А нет, она не корейская. Она или китайская, или японская. Ну, судя по всему, это китайская маска. В общем, вот, с медом маска китайская. Хорошая маска, тряпочка. Еще одна вот перекись водорода. Тут у меня коробочка, но она еще на самом деле не закончилась маслом от Maldive Dreams, которое я с шортом обозревала. Видео еще и не склеила. Как-то мне не случилось пока. Ой, я ведь даже как сюда приехала, я даже забываю эти брови мазать. У меня еще есть одна штука, которую я хотела помазаться и на ночь из уходовая. И только когда стала собирать эти пустые баночки к обзору, поняла, что я мне настолько некогда, потому что всем что-то надо. И всех вот еще одна масочка, а это садоед какой-то. Я не знаю, может оно неправильно, ну, не так читается, но вот садоед же. С клубничкой это тоже с блюти патчей. Хорошая такая масочка, мне понравилась. Нет, что еще? Это тоже с блюти патчей. Шкурка от пончика, органик секрет, банановый смузи, 140 грамм. Шипучая соль для ванн, хорошая шипучка. Ну, что у меня тут еще? Все, что ли? Видимо, все. Видать, тут флакончик от духов у меня куда-то этот, ну, а вот он где. Вот этот вот, как бы, я его даже разобрала, мне интересно было, как он состоит, там эта пружинка, крышечка, этот, каша, рель, не знаю, правильно произнесла или нет, вот этот, да, с этим, с ароматом шоколада, кстати, от флакончика еще пахнет. И вот оно напоминает отдаленно несколько нот любви от Ифраше. Не знаю, есть на Ифраше такой сейчас аромат или нет. Я что-то так давно на сайте Ифраше вообще не заходила. Короче, вот у меня такой обзор моих пустых баночков, баночек, апрель тире май этого года 2023. Я вспомнила еще в деревне, что я забыла совершенно записать, а уже май заканчивается, весна, соответственно, тоже. Мои фавориты одежды и обуви, но у меня как-то особо таких супер фаворитов не было. Холодную часть это можно отнести к то, что у меня было фавориты зимы. Теплая часть я, наверное, уже просто объединю, запишу потом летние фавориты постараюсь. Так что, если кто-то ждал, лучше извините, может, я просто отдельно что-то когда-то запишу, но, видимо, уже на этой неделе не получится. Сегодня суббота, и... всем спасибо за просмотр. Если решите поддержать мой канал, то где-то тут будет облачко. Типа, поддержи Лёльку за донат на Бусти, на Бусти, на Донатейшн, на Алерс. Ещё раз спасибо, Амини, за донат. Ещё куда-нибудь, там, если ждёшь СМР, можешь подписаться на Бусти 200 рублей в месяц. Если не хочешь подписываться на Бусти, жаба душит, или финансы поют романсы, ну, жди, когда будет вдохновение и свободное время. Я вот перед деревней, перед тем уездом хотела записать СМР, не вышла. И тут, видимо, не получается в ближайшие дни. Ну и всем пока! Субтитры подогнал Игорь Негода.